Друзья, мы опять у Кости в гостях. Как называется эта роспись, скажи вам? Я запомнила, что вот эта роспись, которая в углу и слева, она называется пергана. А ты что запомнил? Давай расскажи нам. Я запомнил, что мы еще раз и не раз будем сюда возвращаться, потому что очень вкусная еда. Сегодня мы заказали плов праздничный, салат ачук-чучак, манты и лагман. Как вкусно, я в предвкушении. Сидим, ждем в предвкушении такие, с пиалочками, с компотиком. Выпиваем пока компотик в ожидании. Мы проходим постоянно, если нам нравится. Но при огромном условии, если вам нравится, мы тогда обязательно вернемся. Очень жаль, конечно, что сейчас Костя нет, Костя работает, он очень занят, он уехал по делам. Мы сегодня, наверное, его не повидаем, но мы еще вернемся и еще встретимся с ним. Вот. Мы сегодня пришли покушать и мы вам скоро расскажем, покажем. Вы голодные? Конечно. И пришли мы опять в Чихану, море плова. В Анапе одна такая. Самая вкусная Чихана. Море плова. Анапа, космонавтов 34. Это не реклама. Приходите, и вы сами поймете, почему. Так, так, так. Я устала ждать. Очень хочется покушать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О-о-о. Представляете, сейчас еще плохо будет. Это лагман. Это манты. Интересно. Почему? А, я подумала, одна ложка. ну вот все давайте нюхайте боже мой как это вкусно ну давай дай нам понюхать там если вы нюхали на свет на путь зашли помнишь как костя говорил правила поедания я боюсь спросить подстава да и подстава очень вкусно просто вообще очень вкусно оператор ты покушала я попала в кадр это настоящий шурпа с косточкой да ребят если вам предлагают настоящую узбекскую шурпу обязательно должна быть там косточка барани такое мясо барана на косточке все остальное подделку забыл рассказать что мы опять у кости чайка нет все дороги ведут мореплова ванабии если ты голоден иди мореплова и все кстати такси если что пять минут с любой точке города 80 рублей 100 вообще нечего но очень вкусно такая вкуснятина а главное общение в этой чиханья с костью мы так душевно общаемся всегда нас потом языками не раз пить уже есть паровоз разговариваю да приходите ребят не пожалеете почувствуете прямо всю душу это точно но помните как кушать плов сначала рис сначала рис первая ложка только рис да вторая ложка изюм ну вот не на меня смотри да смотри показывай я просто все это уже сделал без мяса и хотелось бы с мясом а вот он наш хозяин ассалу алейкум друзья привет привет всем привет дорогой сэмси да а я вот так как я рад вас видеть а мы так рады вас видеть в нашем заведении вы знаете вы курточки сняли может мне добавить температурки и убавить все хорошо я как раз рассказывала но может я ошибаюсь мой женский ум плохо запоминает я рассказывала что шурпа отличается мясом на косточке да ну вообще в идеале знаете это шея баранья если вы заметили почему берем ее нам нужны связывающие ткани которые проходят по шее да то есть это общее общее основное сухожилие спинного прям масса связывающих тканей которые при вываривании около 3 часов дают вот тот целебный эффект именно в потреблении рассказываю это не мной сказано вспоминаем великого целителя да авицена мы все помним да абу ибн сена это это мудрый восточный целитель тогда раньше не было у нас парацетамол и каких-то например антибиотиков все время общее расстройство как-то лечили через питание то есть тогда понимали что потребляя здоровое что-то мы можем исцелять организм поэтому рассказываю вам прям то что сложено уже и утверждено имеется определенные факты что шурпа является тем средством которое действует именно общее общее знаете общее оздоравливающим блюдом никак невозможно сравнить какой-нибудь том ян да суп я ничего не имею против восточной кухни но никак мы не увяжем его целительностью и вот именно шурпой именно кусочек шеи то есть наверное вот так я вам скажу что то есть шурпой всегда раньше лечились да общее так вот куда мне надо ходить я не буду вылечить например какой-то перелом или какой-то а вот общее состояние общее состав пищеварения оздоровление шурпа это вещь это сказка но не забываем что шурпа самое лучшее средство у нас первого грубо говоря января ну или посвенно да или посвенно я поняла то есть эффект восстановления вообще обалденный да 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 поэтому она очень вкусная и прям я ее кушаю у меня сейчас по секрету вам скажу так период просто я гастритика у меня период такого немножко дисбаланса идет вот и вот прям так приятно как бальзам прям поглощает такой очень вкусно не зря я хотелось да правда сейчас я еще баранью шею попробую пробуйте конечно пробуйте молодцы что вы все таки приходите находите время и вот это наше общение с вами это вообще дополнительный еще у нас бонус от вас мне от вас и от тебя нам тоже нам очень приятно искренне прям приятно вот потому что нужна нам еще и атмосфера нам нужно общение как хорошо когда мы общаемся когда кушаем это вообще усиливает все наши здоровые процессы во время приема пищи в правильном порядке можно вообще скажу вам откровенно уйти вообще на высокие частоты на высокие вибрации прям серьезно если мы принимаем пищу с благодарностью с каким-то другим чувством когда мы не торопимся и несемся быстрее быстрее потому что там люди ждут и еще что то а когда мы пищу принимаем как божий дар то что у вас есть возможность прийти даже назовем так оплатить даже назовем так просто вас здоровье позволяет кушать не манную кашечку на воде а вы кушаете довольно таки ну блюда с такой несущей калорийность определенной вот надо исходить из того что вы живы здоровы и имеете возможность кушать такие блюда а вот многие для многих это меню это мечта остается мечтой он сидит на этих таблетках он сидит на этом бульончике с водой или с маслицем с каким-нибудь вот и поэтому это это божий дар и слава богу давайте это оценить друзья это точно золотые слова да мы этого не ценим мы уже этого не ценим вообще мы торопимся бежим перекусились схватили а для кого-то это все-таки наше время как раз самое сложное остановиться да и размышлять о том что делаешь куда ты идешь я тебе хочу сказать я тебе хочу сказать ты хочешь найти высказывание джеки чана недавно которое было в сети не 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 я хочу сейчас просто сказать отзыв 1 человек я его ищу я просто залила немножечко на сториз для чисто своих самых близких людей она увидела и вот вот она пишет я просто мы кушали да ты тогда отсутствовал был занят мы одни кушали и я показала крупным планом плов состав плова да так немножечко вилочкой перебирала в тарелочке и вот человек она врач даже если что вот так она пишет мне плов прям в душу запал когда вы домой я не знаю видимо может я не знаю может она с тем посылом она думала что мы можем привезти ей этого плова в Питер везя его двое суток но она прям вот как пишет в душу запал плов я возил у меня супруга бывшая да она возила своей подруге плов правда это был самолет пока самолет утром я приготовил мы бы взяли а вот как транспортировать транспортировка на 2 суток это конечно шансов мало это еще те путешественники так как мы путешествовали на машине на яхте на яхте это еще дольше получается и алена все время спрашивает как же ты так долго рулишь там по 10 там по 20 часов а мы шли он сел и полторы тысячи стопил стоп 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 на машине давайте давайте для сравнения Беломоробалтийский канал мы шли 36 часов без остановки 36 часов это за штурвал да для сравнения так что на машине легко но я хочу отметить просто он очень выносливый реально он генетически от бога выносливый человек человек путешествовал просто нет я проведя 4 часа за рулем я сказала все меня меня у меня начали знаешь там глаза зрение куда-то деваться начало я не смогла протопил человек полторы тысячи километров я сказал я устал и все сейчас туй оши туй это правило туй переводится праздник оши это по узбекски плов по узбекски плов оши сейчас вы будете кушать этот плов который в составе своем содержит красную желтую морковь харизмский рис лазер харизмский рис лазер нут изюм и барбарис и так запомните первая ложка первая ложка плова которого всегда должно быть это чисто рис чисто рис не хватает с мясом его не хватает его а вы все попробовать первую ложку вы запускаете к себе ваш прекрасный рот рис и вы начинаете пробовать вкус риса единственного вторая ложка постарайтесь найти изюм нут и барбарис не поленитесь найдите и рис это будет вторая ложка и только третья ложка у вас будет полноценно вместе нут изюм рис барбарис и мясо вот у вас за один момент сейчас будет три вкуса то есть вы пробуете рис вы его распробуете потом в комплексе с нутом с изюмом и с барбарисом И третий это будет плов. К вам должен прийти в рот плов, только третьей ложкой, никогда не торопитесь. И никакой вилки. Вилка это для салатика или еще что-нибудь. А плов это общее блюдо. Вилка невозможно его кушать. И это неправильно. А когда рука не кушает, ну до этого вы должны немножко дойти. Вы можете дома сами попробовать путем определенной манипуляции, но это вам не зайдет. Рука и пища это немножко другая философия. Вот раза три покушайте ложкой, потом мы садимся и учимся с вами кушать рукой. Я вам обещаю. Пробуйте. Да, прям вы не стесняетесь, вы прям смелее. А что-то подвиньте, да, отберите. Это ваша тарелка, вы хозяйка этого лигана. Поэтому смелее в сторону. Вы имели ввиду сначала просто рис, а потом рис и что-то или отдельно? Нет, рис уже с нутом, с изюмом. Прям смелее там, сдвиньте влево, вправо. Вы командуете там по сливленной пищей. Да, что-то может быть мешает. Почему я так говорю? Это можно сравнивать. Вот. Поэтому у вас он должен быть чистить. И все, кушайте просто рисик и не напрягайтесь. Расслабленно мы все здесь свои. Первая ложечка. Вот. Теперь потихоньку готовьте ложечку вторую, ищите мутик. Найдите изюмчик. Вот, потихоньку покажите. Вторую ложечку вы уже запускаете. Расслабленно. 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 А ты все перегритываешь? Да, сейчас я про яйцо вам расскажу. Я поплачу меня голодом. Настоящее. Если что-то там не нашли, попытайтесь найти это. Это прям вы получаете. Вы себя любите сейчас. Вы сейчас... Вот вам изюмчик попал, я видел, да? Там темненький. Ну, наверное, сладенький. Вы добавили еще вот такую сладость. у вас уже новый вкус я думала, что я извините, не знаю, что это было все так думали а теперь третья ложка вы, конечно, нанесете себе сейчас откроете новый день вы сегодня вообще на этот день запомните вы сегодня плот научились кушать по-настоящему мясо и третья ложечка, когда уже и рис, и нос и изюм, и мясо это уже полное раскрытие вкуса это как полное раскрытие аромата от лучших парфюмеров это просто божественно правда, ребят? вообще снижение говорю же Азия вся во рту и здоровье это ешь ешь не как еду для утоления голода а прям ешь и лечишься как будто реально это вкусно ну что, друзья, у вас уже какая ложка по счету? третья была уже чёрная ну вот, видите, всё спасибо ой, спасибо вы уже в теме да, шо ж пас кушайте плотно Костя, а скажи, пожалуйста, напомни мне вот, блин, в каком-то заведении есть хозяин а у Череханы как называется тот, кто папа вот этого заведения? хозяин тоже хозяин? ну конечно а, то есть хозяин ну вот я хозяин ну я не знаю, что я как может паснуть? это когда я готовлю блог, да? я делаю а, справа и хозяин это же общее понимание экономического понятия и юридического поэтому в чайхане но стоп есть ещё слово чайханчик чайханчик но всё-таки это тот, который заряжает чай который развивает ведь налить, например, чай это же тоже наука правильно налить с определённой высоты чай это тоже мастерство не облив себя не облив то есть одно дело так мы наливаем другое дело мы вытягиваем там струйку, например, до какого-то вот такого там высоты ну, чай это тоже определённое мнение определённый тоже кайф поэтому просто хозяин просто добрый человек о, добрый человек просто добрый человек Константин смотрите, как мы выходим да, переводим все свои регалии в другое ну реально нормально? у человека его душа настолько широка что ты сидишь вот прям вон это вот это доброты и тепла поехали дальше перепелиное яичко что у вас там делает? как вы думаете? или вы думаете это украшение? ни в коем случае смотрите есть такое понимание, да? в Узбекистане птица бедана в переводе на русский язык перепёлка бедана-перепёлка является священной птичкой по преданиям только она знает где живёт Аллах она только знает то есть когда птичка улетела на шепталаху она знает она Аллаху передаст мы сейчас говорим не о религии не о мусульманстве а вообще о религии то есть эта птичка знает где живёт Бог Всевышний вот так же и почему добавляется яичко то есть это благословление благословление этого плова то есть у нас вот сейчас на данный момент есть связь с Всевышним то есть назовём так Всевышний в курсе что вы сейчас едите этот плов да потому что присутствует ну часть священной птички ну пусть в таком виде да пусть в таком виде ну это вот такая связь поэтому это неспроста здесь эта яичко находится здесь но для нас как для христиан символом христиан является голубь голубь да совершенно тоже тоже поэтому у нас Дух Святой который передаёт Богу Отцу о том что мы кушаем этот плов его благословляем мы здесь о религии вообще не говорим мы сейчас сопровождаем приём пищи то что как бы ну клеится к этому если например принято кушать горш с пампушками ну мы прилепляем эти пампушки потому что там баба Надя 20 тысяч лет назад так а я расскажу то что мы учим и что мы тракуем в ассоциации поворот Узбекистана поэтому опираясь это фундаментально а что с лагманом почему мы ждём пока он остынет ну давайте продолжаем допоминаю что хорошо раскрепощаете нам это больше не хватает а я вам сейчас расскажу место сейчас в лагмане находится тянутая вручную лапша которая очень не любит когда она стоит в температуре то есть она теряет свою пластичность свою эластичность если бы вы сказали лагман подать минут через 10 то и вы поступили правильно отвлекитесь от плова и попробуйте лагман перед вами сейчас будет лапша тянутая вручную единым кустом не менее 20 метров да вот вот такого кусочка мастер теста вытягивает лапшу не менее 20 метров как это считается по оборотам рук то есть он знает что вот здесь 50 сантиметров и вот он раз и вот он два и он делает из вот этого кусочка 20 метров ну можно посчитать да сколько это получается это почти 40 оборотов не делается 40 оборотов на него выходят и вот это лапша поэтому она тоже капризная ее надо быстро кушать иначе в температуре она стоит а вот лагман мы начинаем кушать вверх потому что вам нужно вытащить тесто да вытащить тесто освободить место а так не сейчас начнете хитро бульончик там попивать и тоже потерять и как вытаскиваете первое вытаскивается тесто там раз и вот так и чуть-чуть на себя и вытаскиваете тесто то есть вы дадите свободу потом работе ложки вот правильно вот теперь вы с теста начинаете вот это самое правильное не тыкать вилками там овощи или мясо доставать а тесто а тесто это основа лагмана это основа ты наш золотой рассказал ну а что ну правильно нам же умеет кушать умеет кушать вот я тоже кстати лагман в прошлый раз тебя не было я начала с ложки с бульона а видишь я не знала так почему рассказывают потому что вы должны это передать ну не должны но вы же несете это дальше и представьте кто-то это расскажет ведь мы все живем я поел плов чем ты ел чем надо кушать надо кушать руками да не надо руками кушать надо правильно кушать ты можешь рукой также кушать сначала потом то не важно чем ты кушаешь ты порядок приема плова ты должен четко понимать вот и рассказывайте и вот они поедут дальше расскажут так представьте эти люди знают как кушать плов прожили на 25 лет ну плов плов мы умеем готовить кушать а ему надо еще уметь правильно кушать кстати хочу сказать что после того как 3 года назад мы познакомились и когда мы кушали плов прежде и даже дома когда я готовлю плов ну по-своему по-домашнему я хочу сказать что это не плов все что мы кушаем готовим это просто рис с мясом а плов готовят сейчас я все расскажу настоящие люди у которых вот такая философия вообще вот это все вырежьте и удалите вы когда готовите плов вы покупаете продукты на плов ну я покупаю смотри стоп останавливаю вас как женщину вы торопитесь утром вы встали я приготовлю плов мысль такая приходит вы едете за рисом вы берете его рис это на плов или на рисовую кашу у нас в маркетинге очень много больших городах все построено и продается рис прямо для плова написано рис для плова отлично я беру его вы берете мясо для плова морковь для плова у вас идет уже настрой вы готовите плов и вы готовите и вы его приготовили посмотрели и вот сейчас не я сказал а вы сказали это не плов это рисовая каша настоящий плов вы обесценили ну просто по вкусу вот то что мы готовим опять не про это это был ваш плов вы же не пытались сделать плов вы же не готовили конечно мы же не знаем всех секретов это ваш плов и он имеет место быть вы приготовили плов который у вас получился понимаете разницу вы готовили плов а теперь ой это не плов это каша а что же вы тогда готовили все равно он не похож на тот который мы кушаем а вы думаете что нету плова например выше моего по статусу или еще лучше мы не пробовали кстати рассказываю плов все познается в сравнении да 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 согласен еще очень важная вещь уровень плова статус плова зависит от количества масел которые применяются в этом плове на данный момент тот плов который вы кушаете в него входит вот прям скажу хотите верить хотите нет это ваш выбор первое растительное масло второе это хлопковое масло третье зигирное масло которое уже состоит из шести видов масел там и арахисовое там и кунжутное там и грецкие оно в маленькие количество я вам если хотите бутылку покажу то есть вот теперь посчитайте плюс курдючное сало вы его никогда не заметите но у вас там клинка и сидит курдючий жир у вас порядка девяти -десяти масел находится в этом плове откуда вкус набирается ваш плов сейчас является высоко у него очень высокий статус статус и это вообще мало кто знает и кто понимает но мы это делаем чтобы гости кушали плов высокого статуса можно сделать на растительном масле где вы будете восхищаться но я себя буду херово чувствовать понимаете вот я с тобой не договорюсь самое главное всегда договориться с собой вот поэтому остатки плова я же вам не рассказывал это да про статус плова у каждого плова есть свой статус есть плов там всякого статуса одно масло два масла ух ты уже выше статуса то есть как знаете младший сержант да 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 как там майор генерал 19 видов масел это самый высокий статус 19 но для этого нужно туда добавить еще там такие масла есть вытопленное вытопленное костный жир у меня он был когда вот прям из говяжьей кости и серединки вытапливаешь этот костный жир это считается самый высокий статус плова приготовлен и мы здесь готовили у меня просто сейчас его нету сейчас зимой начнем вытапливать а у нас зигирное зигирное масло как его можно купить ну блин вольфу с Москве через фут сити ну на фут сити да есть оно везде просто надо задаться целью там основной состав лед и пошли присадки в виде арахисового масла грецкий орех априкосовая косточка это же прям какой-то кладезь да сейчас ну на вид оно знаете на виду не грунт не дашь вот прям интересно просто у нас в больших городах я повторюсь все что подлежит продаже большому количеству людей сильно обесценивается качеством просто просто ниже плинтуса так назови и оно якобы оно но поскольку мы сейчас в небольшом городе да где есть настоящие ценители поэтому я спросила где можно такое купить мы бы его купили да сейчас у нас ведь блин напиши на заборе и все подумают что это оно и есть ну вообще я бы на это тоже не знаю никаких качеств вот вот как пенчатка не знаю что такое качество арбузы нити ну вот вся мы вообще мы тут еще не берем я вот как человек да меня с 74 года сюда возили в Анапу отдыхать и она по-говорю я знаю прекрасно мы тут не берем арбузы мы поехали в Крым на один день в Коктебель погулять мы купили на Бахче там арбузы то есть ну вот вот так ну вот смотри глаза чистый Узбекистан чисто хлопковая масло лазар ну его такое название и вот зекирное масло да зекирное масло йоги это в переводе масло йоги вот это тоже то есть из Узбекистана тоже да Узбекистан вот это вот чисто Узбекистан вот это по-моему таджики делают а у вас не яблоки у меня его всему бутылочкам все в маленьких количествах идет у меня вот остаток еще бутылочка есть не могу вам ее нет ну конечно если всего одна то нет нет ну я то могу здесь себе купить потом перед отъездом может быть вам налить 0,5 и вам хватит его можно же в масле в салатике добавлять судя по составу нет это так плохо нет это для термора это только для горячего это только для горячего и при том с определенной перекалкой при нужной температуре это это не забудьте вы о своих гастрономических здесь говорят здесь серьезные вопросы решают салатик еще на лицо и берега вот почему я вам рассказывал что такой температура 270 градусов в казане да вот мы кладем мясо только при температуре 270 градусов казани а где взять градус чтобы понять что там 270 дымок да правильно дым дым начинает когда вот казан есть поднятие дыма так есть поднятие дыма так а когда начинается завихрение то есть он выскакивает и запрыгивает 270 плюс-минус 5 градусов и ты кидаешь мясо и именно оно тогда включается вся система раньше же не было никаких термометров ничего а только по поведению дыма когда он так это там например 150 я знаю когда он вот так это вот так когда он белый это вот сколько а когда он начинает заныривать туда значит все вперед начинает и мы же меряем у нас же свои мерки знаете да как налить например 175 грамм ну можно взять мерный стакан налить но когда ты работаешь на площадях на объемах ты должен выглядеть эффектно понимаешь но ты должен сохранить лицо можно конечно говорить с тобой сколько тут я наглазно любая вещь у повара является мерным мерным предметом вы даже не замечаете этого а мы меряем этим например даже даже ложка сейчас покажу я не знаю я не знаю я не знаю но я не знаю вот например да возьмем это как казан вот казан когда я ставлю сюда и уровень например до первой дырки я знаю что там литр когда уровень например до 2 дырки я знаю что в казане 2 литра когда уровень до 3 дырки да вот например уровень масла я знаю что это образно 3 когда уровень отсюда это 4 то есть я стою с вами говорю поставил сюда а на самом деле я верю сколько там масло я думаю сколько мне дарить еще например нужно полтора значит я налью между 1 2 супер это все оттуда это все от наших предков это не мудрость это мы сейчас здесь мерный стаканчик имели опять же рис кладем да можно на весы пустить а я знаю что вот в это 760 грамм по артам я беру провел 760 грамм риса 1 760 грамм риса 2 но это чтобы вывести процесс мы не пользуемся весами и люди говорят ученого для надо ну конечно на самом деле тихомера расправился ты 760 плюс минус на 20 15 грамм это допустим стандартный допустим вот а это поэтому я и говорю что будем зимой смотреть вспоминать шавкатович умара то что это мой учитель а то что я вам сейчас скажу что этот человек готовил плов весом 5 тонн в команде 5 то в одном казане очень приятно да он участвовал в команде под руководством хасана хажирасулова но этот человек причастен к первому рекорду пола это мой учитель который первый меня учил показывал и для меня большая радость сегодня встретить этого человека здесь я вам не говорил потому что я не знал вы едете мы или нет но тут вам сюрпризом это просто бонусом вышла руководитель проекта большой плов город ростов-на-дону и руководитель то есть то что например я говорил вам это сколько от того что может рассказать это не было шавкатович мая потрясающе не зря мы задержали а здесь еще